всем привет ножик мистер blade ht2 про него я уже снимал обзор тест проводил жесткий тест сравнивая его со спартаном от cold steel и последующим использованием этого ножа я в принципе восхитился его запасом прочности универсальностью и брутальностью единственное что отделяет этот нож от ножа моей мечты это лишние вот эти вот шпенечки потому как открывать клинок за шпенек не представляется удобным если есть такой плавничок который шикарно флипует поэтому я решил его несколько модернизировать под себя и удалить эти шпеньки но двумя пассатижами мне это сделать не удалось удалось лишь только немножко раскрутить их но как они между собой соединены мне непонятно поэтому я хочу избавиться сначала от этого шпенька а впоследствии поставить сюда такую же платформочку как и у спартана потому как автоматическое открывание клинка при вытаскивании из кармана которые ставят на некоторые ножи фирма cold steel меня просто восхищает по той причине что в плане работы с металлом опыта у меня никакого нету я обратился в интернете нашел одного мастера у которого есть который занимается изготовлением ножей а также на его сайте размещена информация о том что он занимается ремонтом складных ножей не только а также тюнингом я обратился с просьбой поставить сюда такую же платформу как у спартана на что мне сказал не возьмется за данную работу из-за ее сложности но даже для меня эта работа не кажется такой сильно сложной поэтому я попытаюсь сам реализовать свои задумки так но после продолжительных усилий все-таки нам удалось открутить этот шпенек используя такие вот усиленные инструменты здесь имеется такое отверстие как мне кажется даже в таком виде нож смотрится симпатичней затем мне пришла идея что можно обойтись и без всякого рода пластин и платформа для чего будет необходимо обработать лишь сам клинок придав ему нужную форму что-то что-то Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот, выбрал лишнее. И чтобы достичь такого результата, мне понадобилось больше часа работы камнями и напильником. Это говорит о том, что D2 довольно-таки неплохая железяка. А также я считаю, что этому ножу не помешало бы темлячное отверстие, которое здесь почему-то не предусмотрено. Теперь через эти отверстия можно пропустить паракорд. В общем, результатом я весьма доволен. Спасибо за просмотр. Всего доброго.